Здравствуйте, уважаемые друзья! Совместно с сотрудниками госавтоинспекции мы продолжаем цикл программ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С какими показателями аварийности подошел Тверской регион к концу года? Об этом и многом другом в прямом эфире поговорим в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. В студии сегодня Ирина Чекунова, а мой собеседник – заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Анатольевич Власов. Павел Анатольевич, приветствую вас! Зима в этом году началась прямо по часам, да? Как вы говорили, кран включили, да? И горожане добирались многие утром на работу с трудом. У всех вопрос, почему не чистят город? Объясните, пожалуйста, какой порядок сейчас очищать город от снега? Здравствуйте, Ирина. Ну, собственно, претензии по чистке города от снега у нас возникают ежегодно от граждан, да? Ну, потому что, естественно, мы сами видим, что в каком состоянии город, особенно дворовые территории. Но, к сожалению, или не то, что к сожалению, а в принципе, это не совсем вопрос госавтоинспекции. То есть у нас в некоторых случаях, в большинстве случаев даже, я бы сказал, связаны руки. Потому что чистка от города, от снега и других автодорог, она регламентируется требованиями ГОСТа 2017 года. И вот этим ГОСТом предписано, что организации, которые обслуживают уличную дорожную сеть и автодороги, должны приступать к чистке от снега ее после окончания снегопада, там, от промежутка, это зависит от категории дорог, от 4 до 12 часов. Даже до 12 часов? Ну, если популярно объяснить, то снег закончился идти через 4 часа, если не началась уборка снега на определенном участке автодороги. То есть, если 4 часа, это самый короткий промежуток времени, это федеральные автодороги. Понятно, что они скоростные, да, там большой трафик и так далее. Так вот, если через 4 часа на федеральной дороге началась чистка снега, только после этого мы можем привлечь дорожную организацию. Если уже мы говорим о 12 часах, это самая низкая категория дорог, это внутри муниципальные дороги, да, то тут вообще 12 часов. 12 часов, это целый день пройдет уже рабочий практически, уже новый снегопад начнет. Совершенно верно. И поэтому, если говорить о городе Твери в целом, ну, потому что все-таки у нас больше это на виду, вот, все-таки областной центр, то этот промежуток времени, это 6 часов. Тоже немаленький промежуток времени. Поэтому, собственно, и создается такая вот картина, что у нас город весь снегой, никто его не убирает. Его убирают, но небольшим опозданием, скажем так. То есть, ну, это, я еще раз говорю, вопрос, скорее всего, не к госинспекции, а к законотворцам, да, почему так приняли такое решение. Ну, вероятно, какие-то есть на это объективные причины. Возможно, возможно, это будет пересмотрено, да, возможно. Да, было бы неплохо. Ну, тем не менее, в настоящий момент в городе техники достаточное количество в целом. Но если промониторить ее вот по видам, да, то есть у нас, ну, в основном, у нас город убирает, как вы видите, это комплексные дорожные машины. Ну, это на базе грузовика, да, КДМ, которая с отвалом. Ну, то есть они быстро убирают и довольно-таки эффективно, да. Так вот, если разбить вот по этим по видам техники, то, наверное, КДМ-ок недостаточно. То есть в настоящий момент у нас в городе работает всего 7 КДМ. Хотя в общем у нас техники в городе более 20 единиц, получается. А КДМ-ок вот этих самых, сколько, по идее, нужно, чтобы эффективно убирать город? Вот так хотя бы порядок? Ну, получается, здесь, наверное, на район нужно не менее 5 автомобилей. На один район. Чтобы были бы такие, да, эффективные чистки. Вторая проблематика у нас в городе – это уборки дворовых территорий, да. То есть у нас, получается, смотрите, если засыпал снегом двор и еще его прихватило морозом, то у нас, получается, сокращаются парковочные места, заехать невозможно, такси не заезжают. Сейчас еще доставка продуктов тоже актуальная тема. И, собственно, недовольство граждан от этого и растет. А вот дворовые территории как раз уже убирают уже вообще даже не обслуживающие организации, а это город, это и собственники домов. И тут уже не нужно считать никакие часы? Естественно, да. Собственно, госавтоинспекция все свои полномочия реализует в рамках законодательства. Но недовольство граждан тоже, конечно, можно понять. Понятно. Давайте перейдем к аварийности. Будем надеяться, что нынешняя зима будет не столь снежной, да, чтобы это было, превратилось в коллапс. Что у нас с аварийностью? Накануне зимы были аварии с человеческими жертвами? С чем это связано? Ну, смотрите, если у нас мы говорим о календарном наступлении зимы, то у нас она сейчас произошла в классическом варианте, как вы говорите. То есть 1 декабря у нас выпал снег. Но, тем не менее, в нашей полосе можно считать, что зима начинается, наверное, с начала ноября. То есть, когда начинаются ночные заморозки, утренние заморозки, когда состояние проезжей части кардинально отличается от ее состояния в летнее время. Поэтому вот с этого периода, наверное, с начала ноября, даже, наверное, конца октября, водителям необходимо психологически перейти на зимний стиль вождения уже. Это еще пока нет снега. Совершенно верно. Потому что, ну, основной-то роль играет сцепление колес автомобиля с дорогой. То есть из-за этого в основном, как показывает опыт, и вот сейчас и вал дорожно-трассных происшествий произошел, в результате которых люди погибли. Сейчас-то я просто вкратце, чтобы было понятно для зрителей, для слушателей, механизм совершения ДТП, вот, именно связанный с небольшой какой-то скользкостью, да, потому что в основном эти ДТП происходят на участках региональных дорог, где потоки встречные не разделены осевой линией, осевым ограждением, да, то есть не исключены встречные столкновения, да, и в основном автомобиль, водитель управляя автомобилем при движении по кривой, то есть кривая, она может быть затяжная, да, выбирает скорость не соответствующую конкретным дорожным условиям. То есть, вероятно, он летом на данной скорости без нарушения правил, то есть у нас за городом 90 км в час разрешено, да, он на этой скорости прошел бы спокойно этот поворот и прибыл к пункту назначения. Что касается осенне-зимних условий, да, во-первых, не будем забывать про резину, вероятно, еще не все переобулись, то есть, да, то есть на летней резине автомобиль на холодном покрытии ведет себя несколько иначе. Я не говорю даже вот о обледеневшем, а о холодном покрытии, вот, и, соответственно, вот на этой вот при движении по кривой автомобиль сносит на больший радиус, происходит частичный съезд на обочину со сносом либо за носом, и он либо прокидывается в кювет, либо выезжает на встречную полосу движения. Пока мы не перешли к другой теме про резину, мы, наверное, обратимся к тому, что пока еще не поздно, хотя уже говорим, что готовься они летом, да? Ну, все водители-то это понимают, что надо вовремя это делать, но, как показывает опыт, все-таки, ну, опять же, тут еще играет роль материальная составляющая, все часто еще используют очень уже старую изношенную резину, она вроде бы зимняя, да, вот есть у меня зимняя, я вот зимой одел зимнюю и поехал, но, тем не менее, срок службы резины все-таки тоже ограничен, то есть надо смотреть на ее состояние. По срокам мы тоже определения не дадим, то есть это зависит от интенсивности эксплуатации, да, совершенно верно, поэтому это должен, во-первых, сам водитель определять, во-вторых, в серьезном автосервисе, могу сказать, что где меняют резину зимнюю на летнюю, то есть сам мастер подскажет, что резина уже непригодна к использованию, то есть надо все-таки прислушиваться. Так, а мы сказали о резине и еще о особенности, еще какая-нибудь важная особенность зимнего вождения. Ну, вот если говорить о, например, календарном начале зимы, автомобиль занесен снегом, и причем он такой снег прихвачен морозом, то есть очистить его довольно сложно, все мы торопимся, и получается, что все садятся за руль, очистив буквально там минимальный себе обзор, да, и начинает движение, то есть это тоже положительно не влияет на безопасность, потому что лобового стекла, мы же понимаем, что должен быть и боковой обзор, и задний обзор, ну, надо все-таки потратить, ну, 5-7 минут и очистить автомобиль достаточно от снега. То есть это, наверное, второе, которое серьезное, ну, можно спостерегать опасность. И об этом нужно помнить вообще в течение 3 месяца зимних впереди, да, 2 месяца до конца зимы, до той поры, пока лежит снег. Да, и более того, вот это обеспечение видимости в основном касается все-таки города, когда мы пересекаем наши потоки с пешеходами, то есть здесь мы можем в основном не заметить пешехода. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня» на радио Монте-Карло. С вами Ирина Чекунова. В гостях у меня заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Власов. Павел Анатольевич, мы говорим сегодня об аварийности в зимних условиях. Что мы можем сказать, с какими показателями Тверской регион пришел по числу жертв, такая печальная статистика, и погибших на дорогах? Да, статистика действительно печальная. К сожалению, сейчас ситуация на дорогах нестабильна. То есть на сегодняшний момент у нас произошло 1489 ДТП, в результате которых 184 человека погибли и 1866 получили ранения. Это по сравнению с прошлым годом? Нас много, мало, больше, меньше? Ну, наверное, сравнивать здесь не уместно, но, тем не менее, с прошлым годом немного меньше. Но от этого нам нисколько не легче, потому что вот это вот осложнение обстановки автодорожной, оно произошло, как я уже говорил, вот в конце лета и вот в осенний-зимний период. Ну, во-первых, это все можно связать, скорее всего, с увеличением трафика, все равно, как бы то ни было. И опять уже много раз мы говорили, что наша область, во-первых, транзитная, во-вторых, все районы едут отдыхать. Ну, и немаловажную роль, конечно, в ноябрьские ДТП сыграло то, о чем я уже говорил, что люди не перешли на летний стиль вождения. То есть здесь вопрос больше даже мировоззрения людей. То есть хоть там некоторые блогеры ругают высказывания нашего главного государственного инспектора Российской Федерации по поводу перемены мировоззрения, но это именно так. То есть мы это видим каждый день, и мы понимаем, что здесь, помимо усилий, которые предпринимает госавтоинспекция и другие субъекты этой деятельности, это во многом зависит от самих людей. То есть необходимо какой-то даже повышать уровень правосознания. Ну, как мы всегда говорили о культуре, на дороге вроде бы немного приучили. Как мы говорили о ремнях безопасности, приучили хоть как-то, да, но люди этому поняли, поняли, что это необходимо. И сейчас нужно, опять же-таки, новую профилактическую работу какую-то вести. Ну, она не заканчивается. То есть вот даже наша с вами передача-то, она программа, призвана именно к этому. То есть, как вы уже перед началом говорили, что год прошел, пролетел, не заметили как. Да, тему все, многие темы обсуждали. Эта деятельность, она всё-таки имеет такой немножко отложенный эффект. Я надеюсь, что всё-таки уже со следующего года, благодаря нашим эфирам с вами, всё-таки мировоззрение людей будет постепенно меняться. А если говорить об аварийности в целом, вот то, что мы сказали, сейчас у нас 184 человека погибли, понятно, что мы в основном будем основываться вот на этих, на количестве погибших. То есть основная цель-то нам снизить число погибших. Да, мы говорили, что и цель-то от национального проекта безопасные качественные автомобильные дороги именно на снижение числа погибших. Да, именно так. Так вот, если вот разложить условно нашу область по участкам автодорог, то есть это у нас мы берем, как обычно, город Тверь, участки федеральных автодорог, которых у нас на территории, я напомню, три, это Балтия, Россия и М11, ну, Нева скоростная автодорога, и региональные автодороги, это дороги между нашими муниципальными образованиями, то, естественно, тяжесть последствий в основном происходит наиболее высокая, то есть большее число погибших на тех участках, где выше скорости. То есть это, получается, федеральные автодороги и участки региональных автодорог. Но благодаря вот этому проекту «Безопасные качественные дороги» все-таки федеральные дороги стали несколько безопаснее, и поэтому число погибших на этих дорогах, оно в процентном отношении к общему числу, оно несколько ниже. Максимальное количество погибших все-таки у нас наблюдается, это порядка 30%, это вот на участках региональных автодорог. Потому что это вот те причины, о которых мы начинали в начале передачи говорить, да, это выбор скорости водителями, не соответствующих конкретным дорожным условиям, который влечет в том числе выезд на встречную полосу. Затем неправильный выбор дистанции, и в том числе имеют место наезды на пешеходов на данных участках автодорог. Они в основном происходят в темное время суток, и, естественно, пешеход в основном гибнет при таком ДТП. Хотя вот сколько раз мы, опять же-таки, в наших эфирах обращались и к тем же пешеходам, и к водителям, которые должны внимательно наблюдать за дорогой. Пешеходы каким-то образом реагируют на ваши призывы, обозначают себя на дороге или светоотражающими устройствами, или светлой одеждой, или чем-то. Потому что вроде бы оборудованы многие дороги специальными пешеходными переходами, что можно видеть издалека, что да, здесь может появиться человек. В городе все-таки люди, многие сейчас видно, что используют, даже женщины вешают на дамские сумки эти брелоки световозвращающие, дети, это понятно, у них в одежду уже включены некоторые элементы световозвращающие. То есть в городе пешеходы все-таки несколько стали заметнее, но эту ситуацию в целом-то не меняет. И вот если вернуться, опять же, к этим нашим местам ДТП и их основным видом, то есть у нас просто немножко так для общего развития, скажу нашим слушателям, что у нас всего 9 основных видов ДТП, но из них, наверное, я выделил бы 3, которые у нас наиболее часто происходят. Это столкновения, наезды на пешеходов и съезды в кувет и опрокидывания. То есть, опять же, из этих видов можно сделать вывод, что где у нас столкновения в основном происходят. В основном происходят эти столкновения либо на федеральных автодорогах, либо на участках региональных автодорог. Где у нас происходит опрокидание съезда в кувет? Однозначно, это региональные автодороги, где у нас либо не огорожены края проезжей части, либо просто такой географический профиль автодороги. Где у нас происходят наезды на пешеходы? В основном в городе. То есть все, собственно, это раскладывается. Если говорить о причинах ДТП, то если говорить о наездах на пешеходов, к сожалению, у нас из 36 пешеходов, которые погибли за этот год, 23 участвовали в ДТП, стали участниками ДТП, вот именно по своей вине. Это у нас получается практически 50%, более 50%. То есть переходили дорогу в неположенном месте? Ну там много разных фактов. То есть это начиная от нахождения на проезжей части бессветорожищающих элементов вне населенного пункта и неправильного. То есть, как правило, пешеходы будут в попутном направлении, хотя правило предписывают идти нам на встречу движению транспорта. Это и переход в неустановленном месте. Наиболее редкий, конечно, получается переход на запущающий сигнал светофора. Основное, конечно, нарушение – это переход в неустановленном месте. Но к светофорам как-то люди привыкли уже, да? Уже, наверное, с молоком матери впитывают, что на зеленый свет только идти. Так вот, я просто все время напоминаю, что у нас в правилах дорожного движения прописано, я сейчас говорю о пешеходном переходе, который нерегулируемым светофором, что водитель обязан пропустить пешехода, который выступил на проезжую часть. Но в то же время есть требования и к пешеходам в правилах дорожного движения, которые перед переходом проезжей части по пешеходному переходу, который нерегулируемым является, он обязан убедиться в безопасности его перехода. То есть увидеть, что сопоставить скорость транспортных средств, которые приближаются, дистанцию до них. То есть, ну, другими словами, надо понять, что водитель вас увидел перед тем, как поступать на проезжую часть. То есть многие пешеходы вот об этом забывают. А еще, чтобы в этом убедиться, надо некоторым снять себе капюшон с головы, вынуть из ушей наушники. Естественно. И что-то как-то обозначить себя, что я иду, что я вижу и слышу. И получается, о том сейчас мы с вами о чем сказали, то есть если факторы друг на друга наложатся, то, получается, мы приходим к трагическим последствиям. Вообще последствия, конечно, ужасные. Такая цифра, которую вы привели, может быть, до кого-то дойдет, кто услышит. Давайте еще раз повторим, сколько пешеходов у нас погибло. Всего пешеходов у нас погибло 36 человек на данный момент. Из них 23 погибли по собственной вине. То есть получается 60% от всех погибших пешеходов, больше половины. Ну, еще просто хочу даже обратиться, я знаю, крик души, чтобы люди понимали, что любое ДТП, полученная травма в результате ДТП, она вот коренным образом меняет нашу жизнь. То есть, вероятно, мы уже не сможем заниматься каким-то видом деятельности. Может быть, даже учиться дальше не сможем там. То есть, опять же, это накладывает не только на нас, но и на наших близких. То есть, ну, как-то надо об этом задуматься, себя обезопасить. Да, это может коренным образом просто изменить жизнь. Обращение к родителям, наверное, Павел Анатольевич, сегодня важно, потому что впереди школьные зимние каникулы. Еще неизвестно, что у нас с пандемией будет дальше. Как следить за ребенком зимой? Ну, тоже мы все много раз уже говорили. То есть, опять же, надо родителям, наверное, понять, в каком возрасте, какой подход нужно найти к ребенку. То есть понятно, что, например, в маленьком возрасте, когда ребенок вообще не понимает, что происходит вокруг, это где-то, наверное, до 7 лет, тут вообще надо взять ответственность полностью на себя. То есть, подходя к проезжей части, либо передвигаясь по опасным участкам, ну, где, вероятно, может что-то оказаться автомобиль, даже во дворе, то есть надо просто крепко держать ребенка за руку, чтобы у ребенка просто не было возможности к действиям, к необдуманным. То есть вот это, наверное, единственное правило, которое к маленьким детям можно применить. Детям чуть постарше, которые, вот этот возраст от 7 до 10, там, даже ему, наверное, до 12-13 лет, это наиболее частый возраст, который попадает в ДТП в качестве пешеходов, причем по своей вине, так же, как я уже говорил. Тут надо, конечно, уже комплексно подходить, начиная от родителей, от собственного примера, да, что вот, как надо вести себя на дороге, и заканчивая педагогами в автошколах, которые должны все-таки, причем у них даже обязанность такая, именно проводить пятиминутки безопасности, либо по окончании обучения, либо там, ну, когда-то в процессе, когда у них есть такая возможность. А они проводят такие занятия, вы знаете? Вы знаете, если вот посмотреть те школы, которые охвачены, да, то есть город Тверд, да, в основном эти занятия проводятся. Понятно, что у педагога нет такой серьезной квалификации именно по безопасности дорожного движения, но, тем не менее, вот как они это видят, они их проводят. И вот в этом смысле очень, наверное, поможет у нас, ну, как мы уже говорили в наших передачах, открылся детский центр по профилактике дорожного травматизма, и в том числе в программу подготовки этого центра вот включена программа подготовка педагогов. То есть педагоги сначала проходят, как им преподнести правила безопасного поведения на дороге, а потом уже это рассказывают детям. И это, наверное, будет более эффективно. Вообще-то это хорошая мера, вот она именно играет на будущее, да? Она рабочая, да, это рабочая такая мера, то есть вот. И, ну, аж если говорить уже о совсем старшем возрасте, то уже тут надо к этому возрасту, в принципе, если правильно ребенок воспитывался и вел правильный образ жизни, то у него, в принципе, уже должна выработаться привычка к безопасному поведению. Но, тем не менее, все-таки надо ему постоянно об этом напоминать, потому что уже в старшем возрасте его подстерегают уже и другие опасности. Он становится уже в качестве водителя, может быть, участником дорожного движения. Велосипеды или скутеры или мотоциклы, да? Это опять все актуально. Сему надо обучать, все надо приводить примеры. Относительно того, что является бичом, скажем так, бичи наших автомобильных дорог, это пьяная аварийность, эта работа будет продолжаться еще не один год, тем более, что впереди новогодние праздники. Что здесь можем сказать? Ну, естественно, да, пьяная аварийность. У нас, к сожалению, такой менталитет людей, да, что тоже, опять же, мы перед передачей говорили, что некоторые почему-то решили, что им можно все. В целом, если говорить о статистике, то у нас количество ДТП с участием пьяных водителей снизилось. И погибли в этих ДТП вот у нас на настоящий момент 34 человека. То есть от общего количества, то есть, ну, процентов, в принципе, значительные, но, тем не менее, он гораздо ниже, чем было в прошлом году. Несмотря на все это, что о чем сейчас сказал, у нас все-таки каждое восьмое ДТП все-таки происходит с участием пьяных водителей. Каждое восьмое? Каждое восьмое ДТП. Все-таки это тоже такая цифра довольно серьезная. Она, ну, несколько ниже, чем, в общем, по России, но, тем не менее, есть к чему стремиться. И, опять же, само алкогольное опьянение-то, оно не является причиной ДТП, да, то есть это она, как мы говорим, сопутствующая причина. Просто из-за того, что он был в таком состоянии, человек неправильно выбрал скорость движения, неправильно ценил дорожную обстановку, и вот в итоге что-то привело к трагическим последствиям. Я хотела бы обратить внимание еще раз на ремни безопасности. Это по-прежнему актуально вот тот, как мы говорили, и почему все-таки нужно пристегиваться? Да, вот про ремни безопасности это тоже является сопутствующей причиной, то есть она напрямую влияет на тяжесть последствий, как мы уже вот изучили статистику. Все-таки она не меняется из года в год. Хотя в целом, вот если промониторить поведение людей на дорогах, то люди стали пристегиваться больше, многие стали пристегиваться. Но тем не менее, вот массивы погибших в прошлом году, да, практически 50% погибших были участниками с непристегнутыми ремнями безопасности. Все-таки статистика эта страшная, говорить сама за себя. Даже вот если из этих 50%, ну, допустим, мы бы не всех спасли, то, ну, хотя бы даже если половину из тех 50% еще удалось бы сохранить жизнь, то мы понимаем, что цифры-то сильно поменялись, и жизни людей были бы сохранены. И, опять же, опыт вот этого года тоже показывает, что очень много людей гибнет в ДТП, будучи непристегнутыми. То есть мы говорим, что либо это происходит опрокидывание, в результате которого человек вылетает из автомобиля и потом оказывается придавлен этим автомобилем, да. Если бы был пристегнут, такого бы не произошло. Второе, когда происходит столкновение, вероятно, даже несерьезное, да, когда остается жизненное пространство, скажем так, да, плюс многие автомобили оборудованы подушками безопасности, да, все подушки срабатывают, то есть, ну, производитель максимально сделал, чтобы уберечь водителя. Но человек был не пристегнут. Тоже либо получает тяжелую травму, либо погибает. И вот это мы вот говорим именно о погибших ДТП. То есть все-таки ремни – это такая вещь, которая все-таки нам спасает жизнь. Причем, сейчас могу немножко соврать, но вот что-то знакомилось с мировой статистикой. Использование ремней безопасности на передних сиденьях снижает риск смерти в результате ДТП на 50%, а на задних сиденьях пассажирами – на 25%. То есть все-таки статистика тоже говорит сама за себя. И мы еще говорим о детских удерживающих устройствах. Это в продолжении темы. Ну, детские удерживающие устройства, просто я даже не знаю, уже многие об этом говорят во всех передачах, что раз это придумано, значит, это обеспечивает безопасность ребенка при перевозке. Я вот один просто популярный пример приведу. Сейчас, знаете, одно время все говорили о полете вот этих наших актерских экипажей в космос. Наверное, ну и все видели, как это все там в средствах информации освещалось. Так вот, я просто про кресло. Кресло космонавта отливалось вот прямо по форме самого космонавта. Собственно, это почему? Потому что при приземлении, то есть, с использованием аппарата, то есть серьезно несет энергию, да, и столкновение аппарата с Землей сходно с ДТП, с механизм совершения ДТП. Так вот, и вот эта анатомическая форма кресла, она позволяет избежать травмирования космонавту. То же самое происходит и с детским креслом. Оно тоже создано, и не зря же говорят, что надо покупать детское кресло под вес и возраст ребенка. То есть, это сделано именно для того, чтобы максимально повторяло анатомическую форму. Поэтому, то есть, ну, если уже этот довод не подействует, я не знаю, что еще можно рассказать. По крайней мере, если все говорят, что детское кресло еще дорого, то материальная составляющая, штраф за данные нарушения 3000 рублей, то есть, три нарушения, то он покупает, покупает кресло. Да, Павел Анатольевич, детское кресло дорого, а жизнь своего ребенка, значит, не так дорога получается. Даже здоровье, да. Несколько советов молодым водителям, потому что это всегда они у нас особняком стоят, те, кто начинают. Многие из этих людей начинают лихачить, только получили права. Были такие случаи, да, получил права, погнал, и все, человека нет. Ну, у нас категория молодые водители, это водители, которых старше управление до двух лет. В первый год, в основном, человек ездит, старается осторожно, потому что, ну, естественно, он в школе получил первоначальные навыки, но опыта у него еще нет. То есть, если человек это понимает, то он ездит осторожно. Через год человек понимает, что он приобрел какой-то опыт. И вот через год начинаются основные вот эти проблемы. То есть, начинают уже со скоростью баловаться там, а опыта-то еще сильно как такового нет. Опять же, вот приведу примеры ДТП нескольких вот в этом году, которые произошли, и они все имели схожий механизм, и даже какие-то такие обстоятельства схожие. О чем я сейчас говорю? То есть, это произошло ДТП с молодыми людьми, с молодыми водителями, о которых мы говорим, плюс автомобили были премиум-класса и с мощными двигателями. То есть, все вот как один. То есть, понимаете, что человек получил средства очень мощные, которым он, в принципе, не может еще справиться. То есть, и вот был вот прям ряд ДТП, вот они схожи, все вот были именно такие. Конечно, проводится и профилактическая работа. Сотрудники госавтоинспекции в автошколах выступают. Ну, естественно, что это, ну, опять же, возвращаясь к мировоззрению людей. То есть, человек должен все-таки понимать уровень опасности. И, вероятно, может быть, даже это на законодательном уровне стоит принять, что молодым водителям надо ограничить мощность транспортного средства, которым он может обладать все-таки. Но это сейчас о том, что автомобиль будет схожий с запорожцем советских времен, это вряд ли об этом можно говорить. Сейчас все машины в основном все хорошие. Можно себе нормальный автомобиль подобрать, но с незапредельной мощностью, скажем так. Да, вы правы, это уже мировоззрение. Ну, и в конце программы, Павел Анатольевич, подытожим общие советы по безопасной зиме, скажем так. Ну, да, раз уж мы сейчас говорим о зимнем сезоне, то, ну, во-первых, все-таки надо уже сейчас нам даже предписано законом переобуть резину, потому что у нас там регламентом таможенного союза предписано, что у нас зимнее время, это начинается с декабря и заканчивается в феврале. То есть наступила зима, зимняя резина обязательно, первое. Второе. Еще раз повторю, необходимо уже психологически и уже практически перейти на зимний стиль вождения. То есть снижаем скорость, увеличиваем дистанцию, боковой интервал, внимательно следим за дорожными условиями. То есть если мы движемся по привычному маршруту летом со скоростью 80 км в час, то зимой снизьте скорость максимально, проедьте, поймите, как можно преодолевать этот маршрут и с какой безопасной скоростью. Это соответствует скорости дорожным условиям. Подготовка автомобиля тоже немаловажную роль играет, как мы уже говорили, начиная от замены жидкости всяких и заканчивая обеспечением обзора после ночной стоянки. Ну и, естественно, конечно, максимально надо быть внимательным и пешеходам самим, и водителям в отношении пешеходов, потому что при соблюдении всех условий у нас все равно остановочный путь зимой несколько выше. То есть надо все-таки делать зазор на это все. Спасибо огромное. Я думаю, что к вашим советам, к советам Павла Власова, заместитель начальника отдела управления ГИБДД МВД России по Тверской области, прислушаются автомобилисты региона, и зима для всех нас пройдет максимально безопасно. Вы слушали программу «Тема дня» на радио Монте-Карло. В студии была Ирина Чекунова. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. Здорово. До свидания. Здорово. До свидания.